Петер Нойман. «Черный марш». Воспоминания офицера СС. 1938-1945. Часть первая. Рассвет. Глава первая. Я присягаю. Был чудный день, который я никогда не забуду. Шесть сотен парней 27-го гитлеровского молодежного отряда города Виттенберге собрались в Хафельском лесу и выстрелились в каре. Отделения Клауза Ранки и Георгия Бетевски построились по обеим сторонам просеки. Местная группа Людвига Зомстера, которой предстояло принять присягу, расположилась на ее дальнем конце, откуда начиналась лесная дорога. Повсюду слышался глухой гул ожидания и нетерпения. Здесь собрались посланцы со всего Бранденбурга. Кажется, даже из Берлина, хотя он находился более чем сотни километров от Виттенберге. Сотни метров перед нами стоит высокая трибуна, ощетинившаяся микрофонами и региональными флагами Гитлер-Югенда. К земле величественно свешивается огромный флаг с черной свастикой в белом круге на красном фоне, покрывая всю переднюю часть подиума. Мы ждем Шира, прозвище Бальдура фон Шираха, рейхминисты и главы Гитлер-Югенда, с начала полудня. Он прибывает из Берлина специально для того, чтобы выступить перед нами. Никто не сомневается, что существует прямая связь между появлением представителя фюрера в Хафельском лесу и маршем на Вену, неизбежность которого предрекают все прусские и бренденбургские газеты. Австрийский канцлер Курт фон Шушник давно уже вознамерился определить при помощи плебисцита настояние австрийцев в пользу или против Германии. Но позавчера, 11 марта 1938 года, венское правительство получило ультиматум с требованием немедленно отменить этот фарс. Пока никто не знает, каким будет ответ Шушника. Внезапно раздается рев толпы. Вслед за эскортом мотоциклиста в черных защитных шлемах в конце просеки появляется везущий Шира серый Опель Капитан с золотистым флажком. Рексминистр, стоя в пассажирском отсеке машины с вытяжным верхом, улыбается и помахивает рукой. Другой рукой он держится за стеклянную перегородку. Шир выглядит удивительно молодым и лучезарным. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь ветви высоких сосен, играют некоторое время на полированной поверхности автомобиля, который замедляет ход и останавливается рядом с трибуной. Хон Ширах проворно выходит из Опеля, проходит несколько метров, быстро взбирается по деревянным ступенькам, поправляет один из микрофонов и поворачивается к нам лицом. Айль Гитлер. Друзья, у меня для вас важные новости. Отныне Третий Рейх приобретает семь новых провинций. Буря аплодисментов встречает слова Шира, который заставляет ее умолкнуть взмахом руки. Вчера 12 марта Форальберг, Тироль, Зальцбург и Восточные территории вернулись в лоны Великой Германской конфедерации. Зейс Инквард, рейхсминист, занял место бывшего австрийского канцлера. Сомкнутые ряды толпы вновь разождаются продолжительной овацией. Друзья, продолжает Шир, вновь выставляя обе руки для сдерживания аплодисментов. Не будем забывать, что эта победа выбивает первое звено цепи. Цепи, выкованной диктатом Версальского договора и призванной поработить нас. Буря ликования приветствует эти слова. Энтузиазм толпы бьет через край. Я чувствую необыкновенное возбуждение. Речь Шира туманит голову. Пальцы непреизвольно сжимают новый кинжал, только что выданный мне. Они лихорадочно ощупывают надпись готическим шрифтом, выгравированную на рукоятке, преданной до смерти. Лезвие остое, как бритва, но в данный момент я мог бы без колебаний обхватить его ладонью. Тогда бы первая капля крови, обогревшая чистую сталь, была бы моей собственной кровью. Бальдур Шон Ширах продолжает говорить. В адресованной нам продолжительной речи он затягивает расу и проблему, и прежде всего в вопросах, касающихся немцев. «Все вы, — говорит он, — представляете Германию на марше, являетесь символом нашего будущего, прочным фундаментом, на котором будет покоиться судьба Третьего Рейха Великой Германии. В основе тотальной реорганизации нации лежат глубоко укоренившиеся и мощные мотивы. Вспомните, что Земля находится в состоянии вечной эволюции. В наших глазах происходят биологические и психологические метаморфозы в человеке. Они прямо влияют на еще не родившиеся поколения». Шир делает паузу. Когда возобновляет речь, то чеканит каждое слово. «Мы, немцы, не готовы подвергаться таким мутациям, подобно низшим животным, подобно бессловесному скоту. Наоборот, мы должны контролировать и определять такие перемены, должны способствовать им. Мы должны достичь статуса самого совершенного человеческого существа, сверхчеловека, опередив другие народы и расы, находящиеся в состоянии упадка или даже полной деградации». Рейхсминистр медленно формулирует каждую фразу, то время как лес погрузился в глубокую тишину. «Достижение этой цели, заключает он, достижение победы, полной победы, которая вознаградит нас за жертву, является императивом, противиться которому на нашем пути нельзя позволить никому и ничему. Одна из наших первоочередных целей состоит в достижении всеми силами ментальной и физической чистоты германского народа. Вы, молодежь, будущая элита нашей расы. Важно, чтобы вы берегли ваши тела, вашу кровь, ваши мышцы, а ваши умы должны особенно тщательно избегать порочащих контактов. Так, чтобы однажды вы смогли предложить себя своему отечеству чистыми и незапятнанными. Задача наших воспитателей заключается в том, чтобы сделать вас правителями завтрашней Европы. Вы должны сохранять сердцу верность миссии, которой доверяет вам наш фюрер, беспрекословно соблюдать дисциплину и выполнять приказы, какими бы они ни были. Хайль Гитлер! Последовал громоподобный взрыв горячего энтузиазма, оглушающий и непрерывный. Шир улыбается, помахивает рукой, затем поворачивается к группе официальных лиц, стоящих позади него. Словно повинуясь какому-то импульсу, он неожиданно сбегает по ступенькам с трибуны. Хотя это не предусмотрено программой мероприятия, он направляется в нашу сторону и начинает инспектировать нас. Во время прохода между рядами у него для каждого находится ободряющее слово. Он расспрашивает Гефольшафт-фюрера о его спортивных успехах или дружески треплет в щеку какого-нибудь парнички, который становится от смущения пунцово-красным. Мы преисполнены гордости и счастья. Час спустя начинается церемония посвящения новичков, члены Гитлер-Югенда. По резкому свисту шесть шарфюреров местной группы Зомстера выступают вперед и образуют полукруг у подножия тибуны. Затем от фланговых формирований отделяются по шесть знаменосцев и движутся в направлении парней из группы Зомстера. Когда они становятся лицом к лицу, резкая команда приводит их в стойку смирно. Берлми, дирижер оркестра, подает знак. Волнующая, величественная и раскатистая мелодия песни о Хорсте Веселе сопровождает медленное склонение знамен. Посерьезневший шир, глядя прямо перед собой, произносит соответственные слова клятвы. Все шарфюреры, положив указательные и средние пальцы на древко знамен, повторяют за ним. Клянетесь ли вы в том, что, подобно своим предкам, рыцарям Священной Германской империи, будете всегда помогать другим немцам, которые являются вашими братьями? Будете ли вы бесстрашно защищать женщин и детей? Готовы ли помогать другим в беде? Готовы ли целиком посвятить себя идеям немецкого дела? Клянемся! Рев голосов заполняет просеку, несется вы среди темных сосен, заглушая птичий щебет и жужжание насекомых. Клятва хранить верность четыре года, несется эхом от дерева к дереву, от долины к долине, постепенно затихая на берегах текущей вдали реки Хафель. Клянетесь ли вы в любых условиях, и даже при угрозе смерти сохранять верность клятве, которую дали своим руководителям, стране и фюреру, канцлеру Адольфу Гитлеру? Клянемся! «Верлми» снова поворачивается к оркестру. Начинают играть трубы, саксофоны и флейты, бить барабаны. Они исполняют волнующую песню «Deutsch mein Bruder» — «Немец мой брат», за которой следует мощная торжественная мелодия «Deutschland over alles» — «Германия превыше всего». Длинная трель свистка, и все закончено. Шир снова салютует, подняв правую руку в приветствии. Он быстро спускается по ступенькам с трибуны и садится в «Опель капитан». Почти одновременно машина трогается с места. Толпа уже рассеялась. Она необычно молчалива. Некоторое время мы не можем говорить, стараясь сохранить в памяти все, что происходило подобно фотоизображению в объективе. Лишь когда Ранки начинает орать, как сумасшедший, мы покидаем ряды. Мне кажется в этот момент, что Ранки совершил святотатство, что он разбил прекрасную и вечную мечту, мечту, которая вознесла нас под мелодией труп из Вон Литавр к вершинам славных подвигов, совершенных отцами и дедами на Марне в 1914 и 1918 годах, и под Седаном в 1870, где капитулировала французская шалонская армия Макмагона вместе с императором Наполеоном III. Мечту, которая позволила нам увидеть собственными глазами героическую атаку Улана у смерти, несущихся на врага с пиками наперевес. Стиснув зубы и сжав пальцами кинжал, я повторяю слова надписи, выгравированные на рукоятке. «Токой бис ауф дэм тот» — преданный до смерти.